Сегодня я расскажу, как по утрам чувствовать себя бодрым. Мне вот интересно, как вы чувствуете себя по утрам? Вы бодры? Или ворчливы? Раздражены? Измотаны? Или просто немного устали? Напишите внизу в комментариях, я их обязательно прочитаю. Самый лучший показатель — способ понять, отдохнули вы или нет. И речь не о том, поспали ли вы, а о том, чувствуете ли вы, что выспались и реально отдохнули. Это ваше самочувствие с утра, а также ваше самочувствие в течение всего дня. Ключевой и наиболее важный фактор, определяющий качество сна, — это гормон под названием мелатонин. Мелатонин — это гормон, выработка которого стимулируется темнотой. Ночью, в темноте, через зрачок, в мозг попадает меньше света. Это стимулирует шишковидное тело, эпифис. Он преобразует серотонин в мелатонин. Появляется усталость, и вы засыпаете. В дневное время, или если в комнате светло, свет, проходя через сетчатку, попадает в мозг и выключает выработку мелатонина. В свою очередь, мелатонин жизненно важен для иммунной системы. Это объясняет, почему люди, которые плохо спят, заболевают. Чем меньше вы спите, тем меньше мелатонина, и, соответственно, тем выше риск заработать инфекцию, проблемы с сердцем и целый букет заболеваний. И ещё вам на заметку. Мелатонин — очень мощный антиоксидант. Он спасает тело от разрушений, вызываемых свободными радикалами, и в перспективе может продлить жизнь. Мелатонин можно принимать в виде добавок, но я этого не рекомендую. Ведь это гормон, и через какое-то время организм начнёт компенсировать его избыток, производя его меньше. Поэтому я не сторонник приёма мелатонина как средства для сна. В связи с мелатонином есть и другая проблема. С возрастом его выработка снижается. Вот почему чем старше человек, тем больше проблем со сном. Это повышает риск и других проблем. Мелатонин также хорошо борется и с воспалением. При плохом сне у вас теряется гибкость, появляется боль и воспаление. А когда лучше всего ложиться спать? В идеале, когда начинает темнеть. Но, конечно же, это нереалистично. Советую ложиться в 10-11 вечера. В идеале, это лучшее время для сна. Есть ещё такое явление, как циркадные ритмы. Их можно представить в виде волн. Их период составляет около 90 минут. И желательно поймать волну между 10 и 11. Если на часах уже 12, а вы ещё не спите, заснуть будет гораздо труднее, потому что момент упущен. Если идти против этого естественного ритма, приходится ждать, чтобы поймать волну и погрузиться в глубокий сон. Наверняка вы замечали, что в районе 9-10 появляется сонливость. Но вы держитесь, включаете телевизор, и не можете потом заснуть ещё как минимум полтора часа. Теперь вы знаете почему. А теперь поговорим о том, как можно улучшить синтез мелатонина в организме. Номер один. Когда ложитесь спать, выключаете свет. Ведь обычно со всех сторон что-то светится. Сотовый телефон, ноутбук или телевизор работает. Выключайте всё, чтобы на сетчатку глаз не попадало ни лучика света. Помните, чем меньше в комнате источников света, тем лучше. Итак, выключить свет. Первый шаг. Номер два. Фтор. Дело в том, что фтор мешает работе эпифиза. Он даже может стать причиной отложений кальция в организме. Так что поставьте хороший фильтр для воды, чтобы решить эту проблему. Ниже есть ссылка на фильтры, которые я рекомендую. Есть ещё видео про это. Водопроводная вода практически всегда содержит фтор. После установки фильтра вы ещё заметите, что улучшится состояние кожи, особенно при акне. Номер три. Глицин. Это аминокислота, которая очень хорошо влияет на выработку серотонина, повышает её. Принимайте 1-2 грамма перед сном. Это поможет заснуть. Номер четыре. Меньше синего света. Речь идёт о синем свете от экрана компьютера, телевизора. Синий свет снижает выработку мелатонина. Можно приобрести очки с фильтром синего света. А ещё есть бесплатные приложения, которые можно установить на компьютер, чтобы блокировать синий свет. Вот увидите, глаза станут меньше уставать. Номер пять. Больше солнца и витамина D днём. Дело в том, что мелатонин и витамин D как бы противостоят друг другу. Поэтому днём надо выключить мелатонин, дать ему как бы подзарядиться, а ночью включить. Это не значит, что надо жить в темноте. Просто солнечный свет и витамин D днём, и мелатонин ночью, ведь он стимулируется темнотой, помогают переключать этот своего рода рубильник. Что будет при нехватке солнца и витамина D? Мелатонин не будет работать по ночам как надо. Номер шесть. Это очевидно. Стресс нужно свести к минимуму. Смените обстановку. Подолгу гуляйте, например, в парке. В общем, избавьтесь от стресса, потому что он тоже выключает мелатонин. Вернее, это делает кортизол, гормон стресса. И, конечно же, кофеин. Он мешает естественной выработке мелатонина. Так же, как и алкоголь. И вот ещё что любопытно. Мелатонин стимулирует не только темнота, но и холод. Он тоже оказывает стимулирующий эффект. Так что, если в спальне прохладно, это стимулирует выработку мелатонина. Я ставлю термостат градусов на 20. Мне нравится спать, когда прохладно. И напоследок, коснёмся самой важной темы — ЭМП. Электромагнитные поля. Давайте-ка я сменю слайд. Вот так. Это действительно очень важная тема. Что такое ЭМП? Эта аббревиатура расшифровывается как электромагнитное поле. То есть речь тут идёт об определённых частотах и энергии в окружающем нас пространстве. А точнее, и об этом дальше, которые окружают наше тело. Не хочу в этом видео уходить в дебри, но давайте поговорим о месте, где вы проводите как минимум треть своей жизни. Конечно же, это кровать и о связи с ЭМП. И, как вы сейчас сами поймёте, это может быть ещё одной причиной плохого сна. Можно убедиться в этом с помощью вот такого прибора. У меня их несколько. Он улавливает электромагнитные поля и разные частоты. Конкретно этот определяет магнитное поле и электрическое поле. На них мы сосредоточимся в этом видео. Ещё он показывает радиочастоты. Вот так. Например, сигнал от мобильника. Сейчас не хочу в это углубляться, но немного расскажу об электрическом и магнитном поле. Чтобы понять, о чём идёт речь, представьте себе шланг с водой. Когда вы открываете вентиль, за счёт давления, которое образуется в шланге, увеличивается ток воды. Она льётся струёй. Нечто похожее происходит, если воткнуть вилку в розетку, а затем повернуть выключатель. Выключатель включён, есть электрический ток. В результате загорается свет. При этом образуется электрическое поле и магнитное поле. Если я перекрою кран вот здесь, это остановит ток воды. Так же, как выключатель остановит ток электричества. И вы можете подумать, что при этом магнитное и электрическое поле исчезают. Но это не так. В проводе всё равно осталось напряжение, то есть давление. Мы лишь выключили свет, вот здесь. Но провод всё ещё в розетке, вот здесь. То же самое и со шлангом. Если перекрыть воду здесь, давление никуда не делось. Почему? Потому что всё ещё открыт вот этот вентиль. Взгляните вот на эту схему. Вы спите вот здесь. Рядом тумбочка, на ней лампа. Она включена в розетку. Вероятно, рядом электронный будильник. Скорее всего, и телефон здесь, о чём мы ещё с вами поговорим. Свет погашен, но провод-то всё ещё в розетке. Это продолжает генерировать электрическое поле и магнитное поле, которые простираются на 2-2,5 метра от розетки. Если вы мне не верите, возьмите тестер и убедитесь сами. Так, сначала замерим электрическое поле. Я поднесу его к своей доске. Не так уж и плохо. Электрическое поле слабое. А что с магнитным? Магнитное поле очень сильное. Приходится держать прибор подальше. Надо потом проверить, когда буду писать на ней. Не хотелось бы долго подвергаться такому уровню излучения. А теперь давайте посмотрим на радиочастоты. На самом деле, как видите, уровень низкий. Но как насчёт телефона? Вот прибор, вот мой телефон. Хорошо, а теперь я включу его и проверю почту. Видали? От телефона исходит довольно сильное излучение прямо сейчас. А ведь вы подносите его к голове много раз за день. Советую держать его подальше и использовать громкую связь. Можно ещё что-то придумать. Но, пожалуйста, пожалейте свою голову. Не прикасайтесь. На самом деле, об этом даже предупреждают при покупке телефона. Сейчас проверю лампу. Вот электрическое поле. Теперь магнитное. Неплохо. А что если свет выключен? Магнитное поле ниже. А что с электрическим? Видели? Зашкаливает. А ведь лампа выключена. Почему? Потому что в проводе осталось напряжение. Ведь вилка ещё в розетке. Вот почему нужно вынимать вилку из розетки. Не смотрите на лампу. Даже если она далеко, поле достаточно сильное. Должно быть 0,5. Тут довольно сильно. Видите, какое поле у проводов? А теперь я выну вилку. Всё исчезло. Поэтому перед сном выньте все вилки из розеток или поставьте один общий выключатель. Всё это нужно, чтобы снизить электромагнитное излучение вокруг вас ночью. Ведь раз мы проводим столько времени во сне, стоит уменьшить ЭМП. Почему? Это излучение снижает выработку мелатонина в эпифизе. Это может нарушить четвёртую фазу сна — глубокий медленный дельтосон. В результате, даже если организм спит, он не отдыхает. Вот очень простые и действенные советы. Выньте все вилки из розеток, шнур от настольной лампы, будильника, замените его часами на батарейках. Ещё можно потратить пару долларов и купить такие выключатели. Воткните их в розетки, а уже в них провода электроприборов. Так вы сможете полностью их обесточить, что значительно уменьшит электромагнитное поле. Не забудьте про ещё один важный момент. Положите мобильник как можно дальше или включите режим полёта, потому что телефон даёт высокий уровень излучения, вредного для мозга, сердца и клеток в целом. Итак, повторяю. Первое. Включите на телефоне режим полёта. Второе. Выньте все вилки из розеток рядом с кроватью или купите выключатель, который я показывал, чтобы выключать здесь. При наличии тестера можно обнаружить, что провода в стене тоже дают излучение. Я не буду углубляться в это сейчас, но советую вам приобрести такой прибор для измерения полей, чтобы в этом убедиться. Я рекомендую вот эту модель. Она называется Trifield EMF, модель TF2. Это не реклама, я не связан с производителем, но он один из лучших. С ним можно измерить любое излучение у себя дома. Я сниму ещё видео о компьютере, эта тема тоже заслуживает внимания. Все эти кабели, сетевой фильтр под столом, запасная батарея, лампы, принтер — все они являются источниками вредной энергии. Из-за этого вы устаете, могут появиться проблемы с сердцем, даже аритмия и прочие проблемы. Замените электронный будильник часами на батарейки. Это простое действие значительно уменьшит электромагнитное поле. Если у вас водяной матрас, избавьтесь от него. Электрический нагреватель в таком матрасе генерирует поле, вредное для организма. Именно по этой же причине не стоит использовать разного рода электрогрелки. Особенно вредно держать их вплотную к спине всю ночь. Может, они и помогают от боли в спине, но сами же её создают, генерируя электромагнитное поле. Электрическая простынь очень вредна. Она создаёт поле вокруг всего тела. Совсем не полезна. Одни люди более чувствительны к ЭМП, другие менее. Я говорю об эффекте в долгосрочной перспективе, особенно о влиянии на циклы сна. На этом всё. Получилось довольно долгое видео, но я считаю, что это важная тема. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok